Дайджест недвижимости По словам жителей, установлена лишь малая их часть, а рабочие в доме появляются редко. По графику работы в доме по улице Советской 90 должны были закончить еще 8 октября. Однако по состоянию на эту среду подрядчик компании «Энергостройсервис» так и не завершила капитальный ремонт системы теплоснабжения, установила Котельническая межрайонная прокуратура. По данным ведомства, работы затянулись в том числе из-за отсутствия контроля подрядной организации со стороны областного фонда капремонта. Генеральному директору фонда внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Дайджест недвижимости Мошенники оставили без квартиры одного из жителей областного центра. Мужчину уговорили продать двушку на Азино, а затем перевезли в Налинский район. История началась еще в прошлом году, когда потерпевший познакомился с женщиной, которая предложила ему разменять жилье на более дешевое, сообщает «Девятка.ру». Поскольку у мужчины имелись долги за коммуналку, он согласился. И квартира была продана за 1 миллион 760 тысяч рублей. Из этой суммы потерпевший получил 50 тысяч, а затем его отвезли в поселок Аркуль Налинского района. Там мужчину поселили в квартире и спаивали спиртосодержащими жидкостями. Потерпевшему удалось сбежать от злоумышленников и сообщить о случившемся в полицию. Изложенная информация подтвердилась в ходе проверки. Стражи порядка обнаружили и изъяли документы, подтверждающие мошеннические действия. В отношении кировчанки возбудили уголовное дело. Обвиняемая уже дала признательные показания и частично возместила причиненный ущерб. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, а также крупный штраф. Дайджест недвижимости. Кировская область вошла в число регионов с самым дешевым жильем для туристов. Рейтинг составил российский сайт бронирования жилья «Твилру». Ориентируясь на данные броней отелей, квартир и гостевых домов в этом году. В тройке лидеров по дешевизне посуточного проживания – Кировская и Брянская области и Республика Удмуртия. По данным «Твилру», в Кировской области туристы ищут жилье в среднем на две ночи и тратят немногим более тысячи рублей в сутки. В первую десятку самых выгодных для туристов предложений также вошли Чувашия, Астраханская и Белгородская области, Пермский край, Омская, Саратовская и Томская области. Сутки проживания в этих регионах стоят от 1 до 1600 рублей, уточняет Ньюслиру. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости. Дайджест недвижимости.